День единения народов Беларуси и России – это особое событие, которое символизирует дружбу и тесные отношения между народами двух братских стран. Этот день отмечается ежегодно и наполняет сердца людей радостью и гордостью за свою историю и культуру. У нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Воссоединение белорусских и российских территорий произошло в конце 19 века после распада Речи Посполитой. С того времени Россия и Беларусь находятся вместе, имеют общие исторические культурные корни. Стоит отметить, что еще до распада СССР Беларусь и Россия были в хороших взаимоотношениях. Если же говорить о современном этапе истории, то, как мы с вами прекрасно понимаем, в 1991 году произошел распад такого государства, как Советский Союз, и образовались два суверенных государства – Российская Федерация и Республика Беларусь. Но нужно отметить, что на общем фоне дезинтеграции отношения между Россией и Беларусью выстраивались очень-очень хорошо, конструктивно. И буквально спустя несколько лет после распада Советского Союза, а именно в 1996 году, уже возникла идея объединения двух государств в единое пространство. И возникла вот та идея, которая называется идея союзного государства России и Беларусь. 2 апреля 1996 года был оформлен договор о создании сообщества России и Беларуси. Это положило начало празднованию Дня Единения Народов этих государств. И по сей день государства поддерживают хорошие отношения, помогают развивать своего рода экономические проекты. Сегодня для России Беларусь представляет собой очень важный форпост в плане импортозамещения. Действительно из Беларуси в Россию идут большие поставки сельскохозяйственной продукции. В свою очередь Беларусь активно потребляет из России продукты нефтехимии, различного рода технологические продукты. Поэтому действительно сотрудничество многообразное и широкое. В 2023 году на встрече посла Беларуси в России Дмитрия Крутого и Раиса Республики Татарстан Рустама Мениханова была выработана развернутая программа сотрудничества между регионами Беларуси и Республики Татарстан. Важнейшие проекты запланированы в сфере нефтехимии, в сфере машиностроения. Стоит отметить, что эти республики имеют мощный потенциал в сельском хозяйстве. Обмен опытом в этой области, конечно, представляет большое поле для межрегионального сотрудничества. Валерия Котова, Универ Новости.